МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы направлены на мастерство вождения женщин, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди женщин. В настоящее время женщины ничуть не уступают мужчинам, а даже иногда бывает вождение у них лучше. И даже при сдаче ПДД, теорию, они большую часть девушек сдают правильные положительные ответы, чем мужчины. Более того, каждая из участниц конкурса точно знает, где и какая деталь в автомобиле, почему что-то скрипит, а что-то другое постукивает. Конкурс автоледи для Ханты-Мансийска стал традиционным. В этом году он организован городским ГИБДД, страховой компанией Егория и автомобильным сообществом Драйверс. Свои заявки на участие отправили 8 девушек. По-моему, сюда прибыла настоящая автоледи на красной машине, обклеенной цветами, еще и с медведем. Наверху пойдемте с ней знакомиться. Я не сомневаюсь, потому что знаю, что я лучше, моя машина лучше, я покажу свое мастерство. Правда, есть какие-то доли сомнений, но это 0,9. Маленькая красная машинка и озорной смех. Ведущий шутит. Количество мужчин, которых Лилиана на дорогах довела до инфаркта, измеряется в десятках. Но, несмотря на это, со всеми заданиями девушка справляется более чем уверенно. Да и стаж вождения убедительный – 5 лет. Вдвое больше у другой участницы, с самой большой группой поддержки – Марии Булашовой. Два года назад она уже забирала звание лучшей автоледи города. 10 лет я уже за рулем, штрафы дни без греха есть. Аварии тоже были у вас, но в моей вине ни одной не было. Вождение – это моя жизнь. На капоте ее машина – название движения помощи бездомным животным «Ковчег». По бокам расклеены листовки с информацией о тех зверях, которые находятся в поисках дома. Мария Булашова – волонтер. Свои навыки вождения отрабатывает с пользой. Очень часто необходимо отвезти животных в клинику или к новым хозяевам, доставить корм или оперативно забрать с улицы замерзающего котенка. Вот и поддержать Марию в творческом конкурсе приехала бывшая подопечная «Ковчега» собака-белка. Татья Мария Булашова и стала лучшей девушкой за рулем этого года. Очень помогла успешная сдача экзаменов ГИБДД. Кстати, из восьми участниц с отличием его сдали только две. На втором месте оказалась Татьяна Зинатулина, ну а тройку самых лучших замкнула Наталья Кутина. Татьяна Зинатулина